Шопинг в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Торговцы принимают даже иностранную валюту, ведь курс меняется ежечасно. И это лишь через несколько дней после принятия чрезвычайного указа к пакету мер по отмене регулирования экономики. Новый президент Хавьер Милей во время предвыборной кампании обещал освободить Аргентину от десятилетий плохого управления. Сейчас он сокращает вмешательство государства в экономику. «С момента получения власти мы сосредоточились на попытках сдержать масштабный кризис, доставшийся нам в наследство. Для этого мы разработали план шоковой стабилизации, который включает в себя программу фискальной корректировки, приведение валютного курса к рыночной стоимости и монетарную политику, которая включает в себя очистку Центрального банка». Инфляция в этом году достигает более 160 процентов, и почти половина страны живет в бедности. Но многие люди не согласны с планами Милея, в том числе и с тем, что он говорит, что ситуация ухудшится, прежде чем она улучшится. «Менее чем за две недели пребывания у власти это правительство уже солгало народу. И не только солгало, но и разрушает целую страну. Я здесь среди тех, кто не голосовал за него, а также ради тех, кто голосовал за него, веря, что он принесет пользу стране. А этот новый президент, наоборот, сдал страну». Милей созвал специальную сессию законодательного собрания, но он обещает, что реформы вступят в силу даже в том случае, если Конгресс не примет меры. Продолжение следует...